Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Алифтина Игнатьева. Смотрите в этом выпуске. Вопросы внешней политики. 4 мая официальный представитель Министерства иностранных дел России провела брифинг в Севастополе. Крымские чекисты. В Доме офицеров флота открылась выставка, посвященная истории и деятельности российских спецслужб. Севастополь готовится к празднованию Дня Победы. 3 мая прошла первая репетиция военного парада. Украина сама наносит себе экономический ущерб путем транспортной, продовольственной и энергетической блокады Крыма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Владимировна Захарова. 4 мая она впервые провела брифинг в Севастополе. Основное внимание в ходе мероприятия было уделено вопросам взаимоотношений нашей страны с иностранными государствами после возвращения Крыма и Севастополя в Россию. На фоне знаменитого памятника затопленным кораблям, главного символа города-героя, о политической обстановке в мире и в России журналистам рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Владимировна Захарова. Она отметила, уже давно не приходится удивляться тем решениям, которые принимают украинские власти в отношении жителей Крыма. По её словам, транспортная блокада полуострова со стороны Киева фактически привела к полному разрыву существовавших экономических связей и сокращению гуманитарных контактов. Предприниматели полуострова естественным образом стали ориентироваться на взаимодействие с бизнес-сообществом других субъектов Российской Федерации. С введением в эксплуатацию автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив, строительство которого ведется ускоренными темпами, такие связи только усиливаются и они будут крепнуть в будущем. Продовольственная блокада, введённая Киевом и призванная создать дефицит продуктов питания на полуострове, обернулась потерей крымского рынка для украинских производителей и, собственно говоря, что логично, заполнением российскими товарами. Мария Захарова подчеркнула. Энергетическая блокада Крыма, которая была организована запрещенными в России экстремистскими организациями правы сектора и меджлиз крымско-татарского народа, подтолкнула к ускоренному запуску энергомоста между Крымом и Кубанью. То, что были парализованы энергетические ресурсы, квалифицировалось российской стороной как терроризм не просто по собственному убеждению, по собственному анализу или по собственному мнению. Я хочу сказать тем, кто этого не знает, основополагающие международно-правовые документы, которые подписывали и под которыми стоят подписи европейские государства, в частности государства Евросоюза, говорят о том, что нанесение сознательного вреда гражданской инфраструктуре квалифицируется как акт терроризма. Коснулась Мария Захарова и появившегося недавно заявления украинских властей о вводе в строй дамбы, которая перекроет подачу днепровской воды в Крым. Это решение якобы призвано выполнить важную геополитическую миссию. Но, по мнению официального представителя МИД России, это не что иное, как неудачная попытка наказать жителей полуострова за их выбор, который они сделали три года назад. Особенно, если учитывать, что днепровская вода не поступает на полуостров с 2014 года. Глядя на действия украинских властей, просто невозможно задаться вопросом. Кому, собственно, вы пытаетесь нанести больший урон? Жителям Крыма? Вы же считаете их своими гражданами. Вы же так радовались, когда интернет-ресурсы обозначили якобы Крым как территорию Украины. Вы своих гнобите, получается, простите мне это слово. Вы своих мучаете. Вы своим воду не даете. К своим так не относятся. Кроме того, заявление киевских властей о том, что Россия якобы пытается стереть культурную идентичность украинской и крымско-татарской общины, не имеет ничего общего с реальностью, отметила Мария Захарова. Такое решение вынес Международный суд ООН 19 апреля в связи с иском Украины против России, связанным с расовой дискриминацией. Суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия якобы осуществляет политику стереть культурной идентичности украинской и крымско-татарской общины. Вопреки утверждениям украинской стороны, в тексте решения суда нет ни слова о репрессиях, гонениях и прочем со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании отменить запрет Меджилиса крымско-татарского народа. Кроме того, официальный представитель МИДа коснулась вопросов внешней политики, связанных с ситуацией в Сирии и Афганистане. Она также отметила, что сейчас со стороны России предпонимаются все шаги для укрепления взаимоотношений с Турцией. Мария Захарова подчеркнула, очень символично, что брифинг проходит в Севастополе в преддверии сразу двух праздников – 72-й годовщины Великой Победы и 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Святослав Данилов, Андрей Тамчук, информационный канал Севастополя. Детский лагерь «Ласпи» начнет работу со второй смены. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента образования Михаил Леонидович Родиков. По его словам, в этом сезоне оздоровительное учреждение сможет принять три смены по 200 детей. Еще один севастопольский лагерь «Горный» начнет работать с 1 июня и примет четыре смены по 180 ребят. Кроме того, в городе создадут реестр организации отдыха и оздоровления детей. Документы публикуют до 22 мая. Данное постановление вменяется в обязанность департаменту образования установить типовую форму паспорта организации отдыха и оздоровления детей и единые требования к функционированию мест оздоровления детей. К сожалению, до настоящего времени такая работа у нас не была систематизирована. Михаил Родиков также сообщил, 19 мая Севастополь отметит традиционный праздник детства, юности и молодости. В этом году он пройдет под девизом «Будущее Севастополя в наших руках». Этот девиз предложили ребята, которые у нас с вами в российском движении школьников, они очень активно к нему готовятся. По этому мероприятию традиционно шесть идет по улице Ленина, а затем весь комплекс мероприятий связан с концертной программой, с мастер-классами и так далее. Это на Приморском бульваре и около Творца пионеров. Возле музея-заповедника Херсонес-Таврический создадут новую парковку и подъездные пути. Об этом сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустем Шаукатович Зайнулин. По его словам, объекты появятся на месте самовольных построек, которые сейчас расположены в районе домов номер 21 и 23 по улице Древняя. Согласно распоряжению правительства Севастополя, объекты подлежат сносу. Речь идет о 41 объекте недвижимости. В основном это гаражи, незаконно возведенные и собственников которых на сегодняшний момент выявить не удалось. В законодательное собрание Севастополя поступило письмо от горожан. Жители обеспокоены строительными работами, которые с середины марта ведутся на подступе к пляжу Солнечный. Главный вопрос, беспокоящий горожан – успеет ли открыть пляж к началу летнего сезона. Депутаты Законодательного собрания города, а также представители Общероссийского народного фронта осмотрели место проведения работ и встретились с подрядчиками. Пляж Солнечный – излюбленное место отдыха многих севастопольцев и гостей города. В середине марта текущего года подход к пляжу огородили забором и поставили охрану. Впоследствии оказалось, что в прилегающем к пляжу сквере Анны Ахматовой началась реконструкция. Однако лето уже близко, а вот окончание строительных работ пока не предвидится. Жители города обеспокоенные проблемой направили в Законодательное собрание письмо, в котором попросили ответить на ряд вопросов по подготовке пляжа к сезону. Депутаты и представители Общероссийского народного фронта побывали на месте проведения строительных работ для того, чтобы самим оценить обстановку, а также узнать у подрядчиков, чего ждать горожанам. Посещение этого пляжа сегодня вызвало двойные чувства. С одной стороны, качественные работы подрядчиков, достаточно качественные, оперативные. С другой стороны, мы убедились, что 1 июня пляжа у людей в Стрелецкой бухте не будет. Предположительные варианты выхода из ситуации – открытие соседнего пляжа, прилегающего к пансионату Песочная бухта, который сейчас в общем пользовании не находится. Еще один вариант – частично открытие самого солнечного пляжа, вблизи которого продолжается стройка. В случае выбора второго варианта подрядчики обещают сделать отдых на этом участке пляжа максимально комфортным. Мы с своей стороны, если будет принято такое решение, максимально подумаем, как это можно сделать, как это можно организовать. Главное, чтобы это было безопасно. Будем думать и принимать те решения, которые первым делом будут безопасны, и вторым, чтобы жители были на пляже. Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Николаевич Горелов, посетивший стройку, пообещал. Выход из сложившейся ситуации будут искать на специальном заседании комиссии ЗАГС Собрания, которое состоится в следующую среду. Надеемся, что все-таки найдем такое решение, при котором 1 июня севастополицы смогут прийти на пляж Солнечный, отдохнуть здесь. И те работы, которые будут здесь выполняться, возможно, их придется каким-то образом локализовать, чтобы это место не было опасным для жителей, которые будут сюда приходить. В ходе осмотра общественники обратили внимание на имеющийся недочет строительного проекта. В частности, попросили подрядную организацию обратить внимание на отсутствие ливневых стоков и доработать проект. Также акцентировали внимание и на канализацию. Она является слабым звеном пляжа Солнечный уже который год. Подрядчики заверили, вопрос решается. Все хотят, чтобы здесь был порядок. И есть надежда, что оно так и будет. И те недоработки, которые сейчас есть, они будут учтены. Но мы со стороны общественности, а я представляю Общероссийский народный фронт и Общественную палату, будем держать под неусыпным контролем то, что здесь делается. Потому что это делается в первую очередь для нас, севастопольцев. Представители подрядной организации заверяют, каждый желающий севастополец может узнать, как продвигается работа вблизи пляжа Солнечный, чего им ждать и к какому сроку. Каждую неделю проводятся встречи с инициативными группами, на которых севастопольцев проводят по площадке, показывают ход работы, отвечают на все интересующие вопросы, а также прислушиваются к пожеланиям и рекомендациям. Ближайшая встреча горожан с подрядчиками состоится в субботу, 6 мая. Юлия Паузькова, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. О других событиях четверга, 4 мая в коротком обзоре. Схрон боеприпасов времен Великой Отечественной обнаружили сотрудники ФСБ России по Черноморскому флоту в районе Микензиевых гор, передает пресс-служба управления Росгвардии. В схроне опасные находки. 12 осколочных противопехотных ручных гранат, 180 минометных мин и около 3 килограммов тротила. Все предметы производства немецкой военной промышленности вскоре были утилизированы. Севастопольские спасатели присоединились к федеральной патриотической акции «Знамя Победы», сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по городу. Копия флага, поднятого над Рейхстагом в мае 45-го, была передана на отдельный пост 4-й пожарно-спасательной части в Германии. Знамя разместили на фасаде здания. Накануне 9 мая акция «Знамя Победы» пройдет во всех подразделениях главного управления МЧС России по Севастополю. Сотрудники Следственного комитета Нахимовского района навестили труженицу тыла Анну Федоровну Самохвалову, сообщает пресс-служба ведомства. Во время войны Анна Самохвалова училась в седьмом классе и параллельно работала в колхозе. В канун 9 мая офицеры следкома преподнесли ветерану памятные подарки и цветы, пожелали долголетия и поблагодарили за весомый вклад в Великую Победу. Севастополь вошел в тройку лидеров по числу желающих участвовать в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов, сообщает пресс-служба правительства города. По итогам конкурса средний российский показатель составляет примерно 6 человек на место, тогда как в городе героя он вдвое больше. Отбирать самых достойных севастопольцев будет конкурсная комиссия, созданная региональным комитетом по подготовке и проведению форума. Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в Москве и Сочи. Севастополь представит 25 участников и 50 волонтеров в возрасте от 18 до 35 лет. Регата «Дружба» третий год подряд открывает парусный сезон крейсерских яхт. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов из разных городов страны. Среди судов класса «Опен-800» проходит первый этап Кубка России. Кроме того, представлены суда классов «Джи-70», «СБ-20» и «Четвертоники». Серию гонок провели на внутреннем рейде Севастопольской бухты. Самый сложный этап – «Севастополь-Балаклава-Севастополь». Впереди гонки по маршрутам «Балаклава-Ласпи» и «Балаклава-Бухта-Казачья». Финиширует регата 6 мая. Город-герой Севастополь готовится к празднованию Дня Победы. Для Севастополя эта дата – двойной праздник. В 2017 году отмечается 72-летие Победы в Великой Отечественной войне и 73-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Вечером 3 мая прошла первая репетиция военного парада. В этом году в нем примут участие около 1500 военнослужащих Черноморского флота и порядка 30 единиц боевой техники. Командовать парадом Победы в этом году будет заместитель командующего армейским корпусом Черноморского флота генерал-майор Михаил Кособоков. Принимать парад – командующий Черноморским флотом адмирал Александр Виткон. По традиции открыть торжественный марш по Центральному городскому кольцу честь представится роте барабанщиков и знаменным группам. Всего будет задействовано около 1400 военнослужащих Черноморского флота. Отличием от предыдущих лет станет участие в параде юно-армейцев-росгвардейцев. Отдельной колонной продают женщины-военнослужащие. По Центральному кольцу пройдут порядка 30 единиц боевой техники, стоящей на вооружении береговых войск Черноморского флота. Техника самая разная. Тут представлены противокорабельные ракетные комплексы, и артиллерия, и системы залпового огня. Я думаю, в принципе, понимаете, тут тоже городские условия не дают возможности показать всю технику, которая у нас есть. Но все, что можно, в общем-то, участвуют в этом параде. Первой репетиции парада предшествовали долгие часы тренировок вне Центрального городского кольца. Чеканя каждый шаг, военнослужащие начали готовиться к главному празднику города с начала марта. Подготовка проходила в несколько этапов. Вторая репетиция военного парада пройдет также в вечернее время. На этот период перекрываются Центральные улицы города. Именно этим обусловлен выбор времени репетиций. Генеральная состоится 7 мая в режиме реального времени. Она начинается в 10 утра, тогда же, когда и сам парад на 9 мая. Сначала это подготовка по подразделениям, когда формируются все эти парадные расчеты, парадные коробки. Потом у них начались тренировки очень длительный период времени на аэродроме. Причем сначала раздельная техника, раздельная, в общем-то там пешие строи раздельно. Ну вот сегодня они встретились, конечно, особенность сегодня, может быть, не все будет получаться, потому что совсем другая акустика в городе, совсем другие условия. То есть они по-другому сами себя слышат, по-другому слышат оркестр. Ну поэтому у нас эти тренировки и предусмотрены. После прохода военной техники на центральной улице зрители увидят главных героев праздника – ветеранов. Вслед за ними – акцию «Бессмертный полк». Это всероссийская акция, в рамках которой на Параде Победы проносят портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых. 9 мая Севастополь традиционно ожидает большое количество гостей из самых разных городов России и зарубежья. Юлия Бауськова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. В этом году в Севастополе в акции «Бессмертный полк», посвященной 72-й годовщине Великой Победы, планируют принять участие более 25 тысяч человек. Об этом сообщил директор Департамента общественных коммуникаций Андрей Наумович Перло. В прошлом году эта цифра составила 15 тысяч человек. Колонна «Бессмертного полка» будет формироваться у сквера Ленинского комсомола и пройдет по центральному городскому кольцу до площади Ушакова. Начало формирования колонны «Бессмертного полка» в 9 часов утра. Приходить раньше при желании можно. Парад, все знают, начинается в 10 утра. Немедленно по окончании парада начинается шествие гражданских организаций, вначале ветеранских организаций, затем «Бессмертного полка». Очень важная информация. Никакой предварительной регистрации для того, чтобы принять участие в этом шествии, не нужно. Каждый, кто хочет принять участие в шествии «Бессмертного полка», встать в ряды «Бессмертного полка» с портретом своего предка или просто так отдать дань уважения ветеранам и павшим на войне, и тем, кто выжил, но, к сожалению, не дожил до наших дней, может просто прийти и встать в ряды колонны. Так, как это ему удобно. Накануне Дня Победы молодые сотрудники Следственного комитета приняли присягу. Торжественное собрание провели на Сапунгаре у обелиска воинской славы. Четверо сотрудников, которые успешно прошли полугодичный испытательный срок и получили первое специальное звание, дали торжественную клятву верно служить Отечеству. На присяге присутствовали также воспитанники кадетского класса Следственного комитета России, а также ветераны Великой Отечественной войны и ветераны Союза следственных органов. Все они дают напутственные слова нашим молодым сотрудникам. Это очень важно, почетно. И, соответственно, руководство и ветераны поздравляют всех присутствующих с наступающим Днем Великой Победы. В течение года я был в должности общественного помощника. У нас существует Следственный комитет Российской Федерации, существует институт общественных помощников. То есть для того, чтобы взять следователя на работу, человек должен понять, куда он пришел, для чего он это делает и понять, его ли это работа. Через год меня взяли на работу следователем Следственного отдела по Ленинскому району. Это моя первая присяга. Конечно, первая эмоция – это, конечно, чувство гордости, что все-таки я дошел до погон лейтенанта, дошел до должности следователя, до сотрудника Следственного комитета. 27 севастопольских школьников, достигших 14-летнего возраста, получили паспорта граждан Российской Федерации. Торжественную церемонию вручения провели у Мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов и приурочили ко Дню Великой Победы. Документы, удостоверяющие личность, выдали ученикам школ и гимназии Ленинского района. Кроме паспорта, ребятам вручили Конституцию России, а также книги по Севастополеведению, автор которых – председатель Законодательного собрания города Екатерина Борисовна Алтабаева. Участие в церемонии приняли директор Департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Андрей Наумович Перло и представители районных властей. Получить первый паспорт свой было бы намного приятнее возле Мемориала защитникам города Героя Севастополя, а не в паспортном столе, да, и это по лицам детей и родителей очень видно, как это воспринимается. Поэтому мы совместно с правительством решили эту акцию проводить достаточно часто. Я считаю, что этот день запомнится у ребят на всю жизнь. Это честь, я горжусь, что я его получил на торжественном вручении, и то, что я буду носить его, это уже не ребенок, это уже гражданин. Какими методами боролись советские разведчики с немецкими диверсантами? В Доме офицеров флота открылась выставка «Крымские чекисты», посвященная истории и деятельности российских спецслужб. В экспозиции рассекречены документы советских и иностранных разведчиков, а также специальная аппаратура. Выставку приурочили к столетию образования органов госбезопасности России. Необычная выставка в первый день собрала десятки посетителей. Показ проходит на втором этаже Дома офицеров флота. В экспозиции порядка трех сотен экспонатов, многие из которых совсем недавно избавились от грифа «совершенно секретно». Впервые в истории органов безопасности Крыма некоторые документы обнародованы, находятся на этих стендах, и, наверное, впервые настолько полно освещается история создания и развития органов безопасности в Крыму. Среди предметов выставки и удостоверения сотрудников НКВД и КГБ документы советских разведчиков, освобождавших Крым от гитлеровских войск в период Великой Отечественной войны, а также переписка агентов немецкой разведшколы. Нашлось место и для шпионской аппаратуры времен Холодной войны, компактные средства связи, подслушивающие устройства. Организаторы признаются, отобрать наиболее яркие экспонаты из коллекции ФСБ было непросто. Нам было и очень интересно работать, и достаточно сложно, потому что документов огромное количество, и каждый из этих документов, безусловно, интересен, и хотелось бы представить широко. К сожалению, формат выставки не позволял это сделать, и поэтому, ну, наверное, львиная доля информации осталась за кадром. Но, тем не менее, то, что представлено здесь, это чрезвычайно интересно. Экспозицию крымские чекисты приурочили к столетию создания в России органов безопасности. Выставка передвижная. Первый показ прошел в Симферополе, но специально ко дню победы экспонаты перевезли в Севастополь. Нашего города, который очень почетно, принимается статью этого в Крыму, и мы так думаем, что работа, которая здесь экспонируется, она будет, безусловно, интересна для всех севастопольцев и гостей нашего города. Мы с вами прекрасно понимаем борьбы с терроризмом и другими проявлениями эстремизма, мы понимаем, что без этой структуры государство действует и существовать не может. В преддверии 9 мая мы в бессмертном полку вспомним тех солдат, тех сотрудников флотного госбезопасности, которые в своем посту защищали нашу великую родину. Экспозиция проходит на втором этаже Дома офицеров флота и будет работать в течение месяца. Познакомиться с историей и деятельностью спецслужб России может каждый. Вход на выставку свободный. Александр Тимофеев, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Всероссийской общественной организации «Красный крест» исполнилось 150 лет. Торжественное мероприятие для сотрудников Севастопольского регионального отделения российского Красного креста провели на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка». В одной из своих книг швейцарский предприниматель и общественник Анри Дюнан выдвинул идею создания международного общества медицинской помощи раненым на войне. Основные задачи и принципы работы этой организации были сформулированы в 1863 году на Всемирной конференции в Женеве. А спустя 4 года Красный крест появился в России. Тогда была одна Даша Севастопольская, собрала несколько себе таких, как она, и она продала свое имение, купила телегу и пошла оказывать помощь, раздавать нуждающимся. Вот чем она была знакома с Андреем Дюнаном, и которого впечатлило это, и через 9 лет Андрей Дюнан организовал Женевскую конференцию, куда вошла и Россия. Когда они в 1863 году организовали Женевскую конвенцию, то после этого через 4 года в 1867 году организовали Российский Красный крест, 150-летие отмечаем с дня образования. На сегодняшний день в Севастопольском региональном отделении Российского Красного креста 11 штатных сотрудников, а также волонтеры. В основе деятельности лежит главный принцип – предотвращать и облегчать человеческие страдания. У нас на социальном сопровождении находится более 5000 людей. Это значит у нас сиротская группа первого интерната, социальное общежитие, социальный приют, два детских отделения ТУБ больницы и психонервологической больницы, ну и все общественные организации инвалидов, советы ветеранов. У нас сейчас нет патронажной службы, мы работаем над этой программой с правительством и советом ветеранов. Думаем, что губернатор нам не откажет в этой программе. Севастопольские сотрудники Российского Красного креста, они, конечно, очень профессиональные. И это просто не только хороший профессиональный, но тоже друзья и тоже как люди, которые помогают, особенно по программам помощи переселенцев из Украины, из Донбасса, которые приехали в Крым и которые, к сожалению, все потеряли там, в Донбассе. И поэтому роль Красного креста здесь, в Севастополе, очень важна. Слова приветствия и поздравления в адрес виновников торжества прозвучали от представителей городских властей. Это движение международное объединяет более 500 миллионов человек из 189 стран. Региональное отделение Красного креста города-героя Севастополя с 2014 года активно включилось совместно с правительством города-героя Севастополя в выполнение тех гуманитарных программ, которые были созданы и организованы на определенный период. Я хочу высказать слова огромной благодарности руководителю этой организации Николаю Юрьевичу за активную работу в выполнении этих гуманитарных программ. Слово, которое определяет деятельность Красного креста, это милосердие. И вот это, наверное, самое главное. То, что не получилось уже никому, там сможет помочь, поддержать наш Красный крест. И спасибо большое всем, кто трудится в этой организации. К празднику детские творческие коллективы подготовили программу на летней эстраде Приморского бульвара. Лучшие сотрудники и волонтеры получили благодарственные письма, а также нагрудные знаки Даши Севастопольской. Кроме того, медаль Российского Красного креста будет передана руководителю города Дмитрию Владимировичу Овсянникову. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Севастопольцы смогут отпраздновать День Победы в атмосфере 1945 года. 9 мая возле театра имени Анатолия Васильевича Луначарского откроется праздничная площадка, на которой все желающие смогут станцевать под мелодией 30-40-х годов. Акция проходит в рамках федерального проекта «Риорита. Радость Победы». Инициатива стартовала в прошлом году в Петербурге и уже успела получить народное признание. В 72-ю годовщину Великой Победы к проекту присоединились еще 7 городов России, среди них Севастополь. Для создания атмосферы участникам предлагают прийти на танцевальный марафон в костюмах послевоенной эпохи. На площади возле театра имени Луначарского выступят творческие коллективы Севастополя. Музыкальное сопровождение обеспечит военно-духовой оркестр Черноморского флота. Танцевальное действие начнется в 6 часов вечера. Вход свободный. Цель и задача всем понятны. Это ощутить атмосферу победы. «Риорита» – это символ. Символ и начала войны, символ и окончания. Мы поддерживаем эту инициативу и надеемся, что все пройдет замечательно с 18 часов до 21 часа вечера. Мы всех ждем, а потом все вместе ощутим атмосферу праздничного победного салюта. Совсем не обязательно быть одетым идеально в костюм той эпохи. Но желание танцевать все вместе, желание разделить радость с окружающими – вот это, наверное, самое главное. И к новостям спорта. В 5-й спортивной школе проходит традиционный шахматный блиц-турнир, посвященный Дню Победы и освобождению Севастополя. В соревнованиях принимают участие 6 сборных команд школьников и 24 ветерана севастопольских шахмат. Итоги турнира подведут 6 мая. Традиционный турнир по блиц-шахматам взял старт в шахматно-шашечном зале 5-й спортивной школы, посвященной 73-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 72-й годовщине Великой Победы. В соревнованиях участвуют 30 юношей и девушек и 26 ветеранов самой древней игры на планете. Сегодня замечательное событие, когда и ветераны, и молодежь играют вместе с шахматой, и этот турнир приурочен Великому Дню Победы. Самый титулованный участник шахматных баталий, восьмикратный чемпион Севастополя по классическим шахматам мастер Фиде. Такие соревнования, они в первую очередь позволяют молодому поколению встречаться с более старшими участниками, то есть людьми среднего возраста, ветеранами, то есть и происходит именно такой благотворный обмен опытом. То есть люди не варятся в собственном соку, а играют с более сильными и более опытными участниками. Опыт выступления на всероссийских соревнованиях уже имеют юные шахматные дарования и готовы побеждать на всех турнирах и в Блице. Я ездил в Сочи на соревнованиях по шахматам, набрал три очка. Хочу выступить на турнире и победить. Если школьники объединились в шесть сборных и ведут командную борьбу, то ветераны севастопольских шахмат участвуют в личных соревнованиях. Владимир Мелянский, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54 51 12. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова